Только главные новости дня узнаете далее из подробностей. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Опасный маникюр. Татьяна Черновол оставила отметины на лице коллеги. В дырявых кедах и заплатанных штанах. Кабмин обновляет потребительскую корзину. На какой минимум обрекают украинцы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я в этот момент спала в комнате вместе с моим трехмесячным сыном. Почула звук выбуха. И побачила, палающий пломень в огне за своим векном. Это на другом поверхности. Полумья была очень высокая и очень мощная. Могла загореть весь дом. Виктория Войцинская, произошедшая напрямую, связывается со своей деятельностью по борьбе с коррупцией в энергетическом и нефтегазовом секторе. В Национальном антикоррупционном бюро от нее ворох заявлений проверить работу той или иной компании. Но до сих пор реакции ни от НАБУ, ни от правоохранителей не было, говорят ее коллеги по парламенту. Виктория Войцинская очень следовательно и компетентно разбирается в вопросах, связанных с украинцами. Украинцами на державе в виде дивидендов, в виде податков. Совершенно большие суммы. Это просто колоссальные суммы, співмирные с вытратами на оборону, например. Наскільки я знаю, більшість її звернень, більшість її депутатських запитів залишаються без належно відповіді. Видел ли кто-то неизвестних у дому пострадавшим и хотели поинтересоваться у соседей нардепа, но в коттеджный городок под Києвом, где живет Войцинская, нас не пустила охрана. А пройти незамеченным на территорию комплекса невозможно. Посторонні сюди не заходять. Тут, ну як вам сказати. Сюди ми запускаєм, то есть пропускаєм тільки жильців або гостей, тих, кого дозволяють жильці пропускати. О четвертій ранку посторонніх бути не може. Генеральная прокуратура по факту покушення на нардепа от самопоміччя начала досудебное расследование. Инцидент квалифіцирують как теракт, а само дело находится на личном контролі генпрокурора Шокина. На місці подій. Нами вже зафіксовано окремі сліди від взуття. Зроблено гипсові знімки, фото знімки цих слідів від взуття. Крім того, допитано представників служби охорони цього коттеджного містечка. За дорученням генерального прокурора розслідування вказаного інциденту терористичного акту буде здійснювати головне слідчі управління служби безпеки України. В генпрокуратурі предполага, злоумішленників було двоє. Скоріше всього, на територію коттеджного містка не попали на лодки по реке. А пока йдет следствие, Вікторій Войцецький выделят госохрану. По її просьбі. Елена Митясова, Павлина Василенко, Сергій Ведмедь. Подробности телеканал «Интер». В Верховной Раді було другое покушення. Снова отличилась народний депутат-фронтовичка Черновол. Сегодня їй не угодил нардеп Безбух. В пылу спора Татьяна решила подправить свой маникюр о його лицо. Що пыталась доказати Черновол, як выглядит Безбух после нападення, ну і що ще натворили депутаты за день, все расскажет Екатерина Лысинга. Депутат-фронтовички Тані Черновол на вній фракціонного нардепа началось утро в парламенті. В такій манері избранні задобивались розсмотрення закона о конфіскації средств. Ісцарапала лицо нардепу Безбуху. Успокаївати Черновол прийшлось всім залам. Це ще мінімальна реакція по тих емоціях, які зараз борються в моїй душі. Якщо вони проти простого 50 мільярдів спрямувати в державний бюджет, вони вороги цієї держави. З ворогами цієї держави я воюю. Чесно говоря, не зовсім понятно. Вседозволенность – це от. У нас, як би, це вважається нормальним, таке поведення. Мені повинні вказувати, що мені голосувати і як голосувати. Кажуть, що нема колективного божевілля, не буває. Але Народний фронт демонструє спростування цієї теорії. Тому що спочатку ТТРУК намагається пляшкою вдарити жінку. Потім жінка вже з Народного фронту намагається напасти на чоловіків. І тут вже нема ніякої гендерної складової. Вона дуже турбує, що відбувається з цією політичною силою. І я вже дуже близько до того, щоб звернутися до комітету з питання охорони здоров'я. І щоб він їм порадив щось. Може, вони якесь заспокійливе собі куплять. Второй фронтовик Пашинський, який, к слову, допомагав своїй колегі, після взяв слово у парламентської трибуни. Тоже требував закон о той же конфіскації. І знову з угрозами заблокувати парламент. А в случае чого – і не просто заблокувати. Ми його приймемо, навіть якщо нам придеться справжніх активістів завести до цього залу. І запитаємо кожного з вас, як ви голосували і чому ви так голосували. І якщо тут треба буде поставити чотири місцевих баки, вони будуть тут стояти. Але в зале церемониться з фронтовиками не стали. І тут же объявили перерыв. Ну, я думаю, що треба проводити консультати. Я вголошую 30-х хвилинну перерыв. В итоге перерыв затянулся на полтора часа. Все це время депутати обсуждали все тот же скандальний закон о скандальной конфіскації. Аргумент фронтовиков – документ позволить вернуть украденні Януковичем деньги. Але фракції, як відносить предложений, проект закона позволять конфискувати средства без решення суда у всіх і всіх, хто попадет під категорию «третье лицо». В Народному фронті і самі признаються, мол, да, закон несовершенен. Но з чого-то треба починати. В диктаторській зробити суспільство і диктат встановити ми не дамо. Коли, наприклад, в законі написали, що майно третіх осіб прокурор може без решення суду відібрати в державу. То чому ми повинні довіряти тому, що це він саме Януковича майно забере. Фракція «Народний фронт» спробує протягнути відкровенні лоббістський закон, маскирує його під якісь благовідні предлоги з'явити украденних грошей. Насправді це чисто лоббіст, це покриття їх тіньових схем. І, звісно, весь парламент це розуміє, і весь парламент практично встал на дуби. І не дає можливості протягнути відкровенні кримінальний закон. Я кілька ентузістів в «Народному фронту», які хочуть, щоб цей закон пройшов. Але в цілому в мене складається враження, що цим просто відволікають увагу від необхідності вигнання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, який представляє «Народний фронт». Після консультацій законопроект буквально на коленке переписували. В зале стали за нього голосувати. Несколько провальних попыток, і в першому чтіні документ приняли. Правда, після внесённих змінений. Внести, що доведенню підлягає обставина, що цим третім особам всі ці цінності, дорогоцінні каміння, папери, гроші були передані у незаконний спосіб підозрюваним. Таким чином, ми жорстко обмежуємо тільки те коло третіх осіб, які незаконно отримали ці кошти від підозрюваних. Яким буде закон в конечному ітогі, непонятно. До окончательного принятия зал хочуть услышати і мнення прокуратуры. Але поки в парламенті появився шанс услышати прокурора, генерального, подавшого в відставку, але поки не пришедшого просити об увольненній нардепів. Я направлю в листах генерального прокурора прибути в Верховну Раду, выступити, і ми будемо голосувати ці питання. Так, я чекаю відповідь. Впрочем, генпрокурора в Раді на утренній засіданні так і не дождались. Екатерина Лысенко, Ольга Рацер, Геннадий Аникенко, Василий Миновщуков. Подробності – телеканал «Интер». Ждали генпрокурора в парламенті і після обеда. Анонсувалось його появление в Раді ближе к вечеру. Явився ли Шокин на ковір к депутатам? Узнаємо Анне Каменевой. Аня, я тебя приветствую. Какі новости? Здравствуй, Алексей. Вечернее засідання парламента генпрокурор все ж проигнорировал, хотя депутаты його дуже ждали. Почему не явився – непонятно. Отправить його в відставку хотят практично все фракції. По крайній мере, об этом говорят в кулуарах. Хотя Шокин ще офіціально не уволен, в Раді вже почали искати йому замену. Ходять слухи, що собирають підписи за двох кандидатів – за Юрия Луценко, главу фракції БПП, і Сергія Горбатюка. Он працює в ГПУ і займається розслідуванням приступлений на Майдане. Кандидатуру Горбатюка підтримують депутати з внефракційного об'єднення «Еврооптиміст». Говорят, пока що активно підписи не збирали. Там десь до 20 підписів зібрали, але це не було спрямована робота за те, щоб зібрати велику кількість підписів. Я думаю, що якщо так задачу ставити, то можна, звичайно, і активніше. Я знаю, як честного, порядочного чеку, професіоналу. Я поставив свою підпису за кандидатуру Горбатюка. Относительно збору підписи за Луценко, мені нічого не відомо. Мені не пропонували підписувати за Юрия Луценко. Нічого не підписував. Не розглядали це питання взагалі. Мені здається, Луценко не вистачає юридичної освіти для цього, щоб бути... Не знаю, я не вивчала це питання, я взагалі не знаю, хто це такий. Інформація о зборі підписів за Луценко появилась сьогодні в ніяких ізданнях. Там пишуть, що ініціатор цього нардеп от БПП Руслан Сольвар. В телефонному розговорі нам він підтвердив, дійсно, він ініційував збор підписів, але не в парламенті, а внутри своєї фракції, щоб узнати, скільки ж його колег підтримують кандидатуру Луценко. На даний момент, по його словам, підписалось 85 чоловік. Эту інформацію нам підтвердив його колега Вадим Денисенко. Уже під конец засідання спікер Гройсман заявив, відповідь від гінпрокуратури і гінпрокурору так і не вийшов. Тому випадок об відставці Шокіна буде депутати розсматрувати вже 29 марта, на следующій пленарній неділи. Що ж качається принятых рішень, то сьогодні Верховна Рада проголосовала за постановлення о рекомендаціях Европарламента о реформі Верховной Рады. Договорились создати рабочую групу, которая і займеться цими реформами. А ще депутати також приняли закон і побеспокоїлися о переселенцах зременно оккупированних територій. Ім на следующий год дали квоты і льготы при поступлении в университет. Олексій? За полну перезагрузку власти, досрочные выборы парламента, президента і формування нового Кабмина. 25% за переговори между фракціями коалиції для достиження компромисса. Почти 8% поддерживають создання нової коалиції. І чуть більше п'яти готові к новому Майдану. Опеределенности с правительством і коалицією ждуть за рубежом. МВФ сегодня напомнил, що внимательно следить за кризисом в Україні. Об этом в Вашингтоне заявив замглави департамента внешних зв'язей фонда Уильям Мюррей. Отдельно він отметив, що фонд пока не рассматривает полную остановку сотрудничества з Україною, але все буде ясно только после урегулировання политической ситуации в країні. Куди делись деньги, выделенные США для реформы Генпрокуратуры? Разобраться 50 нардепов просят саму ГПУ і Сенат США. Обращение направили лично сенатору Роберту Джонсу Портману, члену Американского комитета по нацбезопасности і бюджету. Я напомню историю. В 2014 году вице-президент США Джо Байден заявив, Україна получит 20 млн долларов на реформу правоохранительних органов. Но вчера в самой же ГПУ рассказали, що цих денег нет. Куда испарилась столь внушительная сумма, там тоже не знают. Ряд изданий со ссылкой на свои источники уже сообщили, к этому делу может быть причастен заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе. Реформы, минские договоренности, политстабильность и, конечно же, безвизовый режим. Вот главные темы брюссельских встреч Петра Порошенко. Он приехал аккурат к саммиту ЕС, чтобы увидеться с главными действующими лица Евросоюза. Украинский президент в Брюсселе частый гость приезжает каждые три месяца. И Дональд Туск, и особенно Жан-Клод Юнкер встречают его как старого друга. Мы с моим другом Петром постоянно созваниваемся, но, конечно, такие реальные встречи куда лучше. За завтраком политики говорили о делах насущных, минских соглашениях украинских политзаключенных в России и, конечно, о реформах. Сошлись на том, что хоть и со скрипом, но Украина движется в правильном направлении. В последние дни и часы Украина провела серьезные реформы. Принятие закона об электронном декларировании и назначении членов антикоррупционного агентства. Эти шаги позволят нам, Европейской комиссии, предложить либерализацию визового режима уже в апреле. В этом вопросе тайминг для Петра Порошенко очень важен. В декабре прошлого года он пообещал сделать все, чтобы безвизовый режим одобрили уже весной. Месяц назад зеленый свет дали Грузии, и это был тревожный для Украины сигнал. Так что сегодняшнее обещание Юнкера – своеобразный прорыв. Я надеюсь, что до конца этого месяца мы преодолеем политический кризис. Хочу заявить, что ни очередных парламентских выборов не будет, и коалиция полностью будет работать. А также будут сделаны важные шаги в сфере реформ и европейской интеграции. Также Еврокомиссия одобрила выделение Украине 20 миллионов евро гуманитарной помощи. После Петро Порошенко отправился к президенту Европарламента. Не с пустыми руками привез список Савченко. Имена почти трех десятков людей причастны к фальсификации дела против украинской летчицы. И вот последняя встреча у президента Украины была здесь в гостинице «Софитель» с президентом Франции и канцлером Германии. О чем говорили, ни одна из сторон не разглашала. Однако президент покинул это место очень доволен. Как ваша встреча? Вы доволены? Очень доволены. Очень доволены. Все. И пан Юнкер, и президент Туск, и канцлер Меркель, и президент Оланд. Сейчас мы получили очень сильную поддержку на заседании Европейской народной партии. И президент Доул, и все руководители держав и урядов четко высловились за твердую поддержку Украины, за необходимую имплементацию Минских угод, за очень жесткую реакцию по Савченко, по Сенцову, за твердую поддержку безвизового режима. Порошенко улетел, но обещал вернуться. Следующая встреча в Брюсселе запланирована через три месяца, в мае. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель. Путин не внял увещеванием Обамы. В телефонном разговоре президент России заявил, что не может освободить Надежду Савченко до вынесения вердикта, так как не вправе влиять на работу суда. Напомню, приговор в российском Ростове должно огласить 21-22 марта. Обвинение просило для украинской летчицы 23 года заключения. Но, как вчера заявили адвокаты Савченко, вариант ее обмена вполне возможен. Кстати, именно в эти дни в Россию приедет глава немецкого МИДа Франк Вальтерштанмайер. С российским коллегой он планирует поговорить о реализации Минских соглашений. Еще на следующей неделе в Кремле будут принимать госсекретаря США Джона Керри. Точная дата этого визита пока обсуждается. Крайние сроки для принятия закона о местных выборах в отдельных районах Донбасса еще не установлены, уверены в МИДе Германии. Так немецкие дипломаты прокомментировали сообщения многих украинских СМИ. Якобы о том, что дедлайн для принятия закона уже определен не позднее марта. Издание «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники, утверждает, если Киев не определит крайние сроки в этом вопросе, Евросоюз грозит снять санкции против Российской Федерации. Шесть часов тишины в самой горячей точке на карте АТО. Столько было необходимо, чтобы возобновить водоснабжение в Авдеевке и Синоватой и ближайших селах. Еще вчера там разрывались мины. В результате обстрела снайпера-боевиков на передовой погиб один военнослужащий. Какая ситуация сегодня, следила Ирина Баглай. Насколько плотным был обстрел боевиков, достаточно увидеть вот эти хвостовики от неразорвавшихся 127-мм мин. Ними просто усеян асфальт Авдейской бронзоны. Позиции военных и боевиков здесь впритык. Но за последние сутки, прикрываясь режимом тишины, противник продвинулся вперед еще на 50 метров. И пошел на хитрость. Это оборонено в Минске мина. Сделана специальная деталь, которая прикручивается вот до задней части мины. Потом мина прикручивается до заряда с РПГ. Вставляется в гранатомет и навесиком отправляется на наши позиции. С передовой, где танк боевиков разбил два дома, вчера вернулись не все. В режиме объявления тишины погиб мой друг. Его снял снайпер. Вот добавить не больше нечего. Два года на войне солдат не сдерживает слез, но уже через минуту возвращается с товарищами на позиции. Люди его проходили тоже постоянно вогами ложат. Ноны, минометы и танк пустили боевики против украинской пехоты. Военные точно знают танк. Противник прячет в ангаре за Донецкой фильтрационной станцией. После зеркального патрулирования миссия УБСЕ возвращается на украинскую сторону. Видели или нет боевую машину и тяжелую артиллерию боевиков? Отвечают уклончиво. Обещают все написать в отчете. Сами останутся в этой точке, но наблюдать будут только днем. Мы будем мониторить ситуацию и участвовать в зеркальном патрулировании. Четыре патруля наблюдают за ситуацией. На карте четко видно, Авдеевская промзона подконтрольна украинской армии, согласно Минским договоренностям. Обвинения же боевиков – провокация, говорят в командовании АТО. Тишина, которая установилась сегодня с полуночи, дала возможность возобновить водоснабжение для жителей Авдеевки и Ясиноватой. Ирина Баглай, Сергей Дубинин, Николай Терещенко из Донинской области. Подробности – телеканал «Интер». В Борисполе задержали киборга Станислава Корбаня. Он ночью прилетел из Сеула, где проходил реабилитацию после полученных на востоке Украины ранений. Бывшего бойца правого сектора обвиняют в краже автомобиля. После предъявления обвинения его снова госпитализировали. Репортаж Вениамина Трубачева. В коридоре полицейские, одиночная палата с решетками на окнах. Нам разрешают зайти к Станиславу Корбаню только на несколько минут. Боец говорит прямо в аэропорту. Его ждал неприятный сюрприз. На паспортном контроле паспорт засветился, что в розыске. Я об этом вообще не знал. Сразу позвонил домой. Дома тоже никто не предупрежден. После такого известия, говорит Станислав, ему стало плохо. Подскочило давление. Под конвоем бывшего бойца правого сектора привезли в Бориспольскую больницу. Провели обследование и госпитализировали. С его слов, у него было поранение головы и грудной клетины. Выставлен больше уточненный диагноз. Есть порушения со стороны центральной нервовой системы. Корбаня подозревают в краже автомобиля. Мол, это произошло в 2014 году на Донбассе в городе Курахово. В то время там шли как раз серьезные боевые действия. Есть ухвала суда про его затримку и доставку до суду. Затриманный он или заарештованный? Один. Затриманный. Заявление о пропаже автомобиля написал некий гражданин Морозов. Но никаких краж не было, говорят адвокаты. В соответствии, все перепишут заявки на них, порушуются криминальные справы. И хлопцы начинают кидать в тюрьму. Конечно, никто этого не позволит сделать. Я лишь почитал фабулу и уже зрозумел, что там абсолютно есть певные сфальшованные материалы. Доставить бывшего бойца правого сектора должны в Мариуполь. Именно там рассматривается дело. Но друзья и боевые товарищи говорят, что не допустят этого и будут дежурить в больнице круглосуточно. Мы его не знаем ни в каком разе. В зону АТО он больше не поедет. Тем более, как подозреванный в криминальной справе. Судебного разбирательства Станислав не боится. Говорит, перед законом чист. Я не транспортабельный Мариуполь. Если хотят, пускай по месту служительства. Пока же бывший боец находится в больнице. Ему сегодня целый день ставили капельницы и назначили дополнительное обследование. Вениамин Трубачев, Галина Якушко, Вячеслав Фролов и Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Одесскую область сотрясло циничное убийство. В райцентре Беляевка от рук неизвестных погиб крупный предприниматель и бывший депутат областного совета Николай Атаманюк. Устраняли его с гарантией. Был настоящий бой. Подробности узнаем у Андрея Анастасова. Все произошло на берегу Днестра на территории гостиничного комплекса «Пристань». Владельцем этого заведения являлся экс-депутат областного совета. По данным полиции, Николай Атаманюк находился здесь в своем доме. Напротив, в деревянном коттедже, жили двое постояльцев отеля. И вот между хозяином и этими гостями произошел конфликт. Закончился трагично. Один из мужчин прямо через оконную сетку, пока неизвестно, правда, из какого именно оружия, выстрелил в Атаманюка и убил его. И когда злоумышленник скрывался, за ним направились охранники погибшего, а он бросил в их сторону гранату. Одна граната разорвалась, одна граната осталась, не разорвавшаяся. Бахнуло сильно, аж уши заложило. И все. Только сильный взрыв был. Какой-то парень молодой побежал туда. А кто это что? Двое злоумышленников сели в автомобиль Volkswagen Passat и скрылись. Что касается самого погибшего, то он был депутатом Одесского облсовета прошлого созыва от партии Батькивщина. Считался в Беляевке влиятельным человеком. Занимался транспортным бизнесом. Николаю Атаманюку было 48 лет. Он был настолько дружелюбным и обходительным человеком, что очень трудно представить себе, что кто-то заказал это убийство. Исходя из информации, которая сейчас появляется, там написано, что это какая-то бытовая ссора. Спланированное ли это убийство или следствие внезапного конфликта, сейчас выясняет полиция. Чтобы поймать подозреваемых, в области объявлен план перехват. Известно, что у них при себе есть огнестрельное оружие. Стоит отметить, что Беляевка находится прямо на границе с Приднестровьем. Так что не исключено, что злоумышленники скрылись на территории этой непризнанной республики. Андрей Анастасов, Ирина Исаченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Кулачное право. Председатель Приморского суда Одессы разбил активисту нос. Во время слушаний в зале присутствовали представители общественной организации Вильна Одесса. Вел заседание председатель суда Сергей Кичмаренко. По окончании слушаний судья спускался по лестнице, когда к нему подошел активист и начал что-то говорить на повышенных тонах. Судья не сдержался и ударил молодого человека в лицо, сломав ему нос. Пострадавший уже снял побои. В полиции выясняют все обстоятельства этого инцидента. Курьезное ДТП в Ивано-Франковской области. Там иномарка въехала прямо в здании мэрии Коломые. Люди не пострадали, а вот входная дверь старинной ратуши разлетелась. Как сообщают в полиции, виновником аварии стал ребенок. Пока мать ходила за покупками, ее малолетний сын случайно завел автомобиль, повернув ключи в замке зажигания. А вот мэрию Мукачева сегодня атаковали целенаправленно. Штурмовать здание пришли учащиеся и преподаватели местных профтехучилищ. Чего требовали и чем угрожали, выясняла Марина Коваль. Возле мэрии собрались около двух тысяч учащихся и преподавателей мукачевских ПТУ. В стенах городской ратуши сегодня заседают депутаты. Двери закрыли на замок. Уже третий месяц преподаватели без зарплат, студенты без стипендий, не оплачиваются коммунальные услуги. Круглые сироты остались без единственного источника доходов. Владимир учится на маляра, ему 17 лет, ни матери, ни отца. Парень на полном содержании ПТУ. Каждый месяц должен получать больше трех тысяч гривен. За последнее время от государства ни копейки. Дергался, харчевался, куплял умеющие засыпи и так далее. Все сам для себя харчевал. До нынешнего года все ПТУ финансировались из госбюджета, но в Киеве решили передать их на баланс местных. Сегодня депутаты Мукачевского горсовета должны были обсуждать выделение средств для ПТУ. Но вопрос даже не внесли в повестку дня. Не хватило трех голосов. Президент, премьер-министр, голова Верховной Рады на нас увагу не звертает. Как раз люди, которые могут принять по нас решение остаточное, кто нас должен финансировать. Это не первая акция протеста ПТУ. Месяц назад чиновники утверждали, что им Конституция не позволяет финансировать профтехучилище без госсубсидии. А ее нет. Сегодня появилась еще одна отговорка. Мол, в ПТУ не передали на баланс городу. Нема на балансе ни майна, ни руководители предприятий не имеют подписанных угодов с Минской Радой. Было принято сегодня решение на сессии Минской Рады оттерминовать. Можливо, Верховная Рада прийма и другие решения. Закарпатский губернатор Геннадий Маскаль даже подал в суд на Мукачевский горсовет, требуя определиться с финансированием. Но суды могут длиться вечность, а преподаватели и студенты уже в буквальном смысле голодают. И предупредили, готовы перекрывать не только автомобильные трассы, но и железную дорогу. И не на час-два, а до тех пор, пока на их протест не отреагируют. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Кабмин собирается обновить потребительскую корзину. Ну что сказать, новые наборы продуктов, непродовольственных товаров и услуг, от которых зависит размер прожиточного минимума в Украине, мягко говоря, впечатляют. Посмотрите. Один человек в год может съесть не больше двух килограммов сала. Масло из рациона правительство предлагает вообще исключить и ограничиться маргарином. Свинины полагается не больше восьми килограммов. И на все это один рулон туалетной бумаги в месяц. Теперь об одежде. Мужчины могут купить по одному костюму, галстуку, джемперу, свитеру и одной паре брюк в год. Из белья им полагается шесть трусов и две майки. Женщинам шесть трусов, два бюстгальтера, две майки, один купальник, две пары колготок и одни брюки. Стричься придется не чаще, чем раз в квартал. В театр и кино, кстати, ходить могут раз в два месяца. А вот от поезда к другие страны, да что там даже города, вообще придется отказаться. В корзине они не предусмотрены. Если говорить о непродовольственных товарах, то к их выбору теперь нужно подходить очень и очень ответственно. Шкаф для одежды, письменный стол, кровать, телефон, люстра должны будут служить минимум 25 лет. Стул, холодильник и стиральная машина 15. Что касается посуды, то раз в 10 лет можно купить один нож, две вилки, две ложки и раз в три года две тарелки. Проект постановления Минэкономразвития уже подготовила, направила в Кабмин на утверждение. Вот как прокомментировали его оппозиционеры. Дорогие украинцы, я хочу обрадовать вас, оставили сало. Ровно по 5 грамм в день. С таким питанием 12 рулонов бумаги туалетной никому не нужно. Достаточно одного мотуска. Поэтому я считаю, что эта потребительская корзина должна быть принята. Правительство надо демонстративно посадить в большую-большую клетку, где они на наших глазах на всем этом проживут хотя бы год. Они уже просто за уничтожение народа. Они считают, что человек должен кушать 5 граммов в день и ковыряться одной вилкой. А зубная щетка, вы знаете, нам уже не нужна. Так слащили маргарим сливочного масла. Мы попросили оценить новую потребительскую корзину и экспертов. Программа идет до того, что скоро за минимальную зарплату или минимальную пенсию даже и килограмм сала купить не может, потому что через инфляцию и девальвацию реальные доходы людей падают. Чтобы выправдать мизерный уровень минимальной зарплаты и пенсии, а я напоминаю, это приблизительно тысяча гривен, то и придумываются разные кошки, схемы, выбираются этилетный папер местного производства. Это фиктивные действия. А тем, чье здоровье новая корзина подкосит, придется еще поискать себе место в больнице. Количество коек в стационарах резко сократили. В Минздраве решили, что на 10 тысяч населения в стационарах хватит и 60 коек. Раньше было почти 90. В министерстве кивают на европейские стандарты. Дескать, там и того меньше. 53 койки. Чтобы утвердить все планы оптимизации, местным подразделениям дали месяц. Ну а о том, чем лечиться скоро в аптеках, вы можете не увидеть очень популярные препараты первой необходимости. Благодаря кому, об этом и не только, узнаете во второй части выпуска. Между жизнью и смертью в Ривне пытаются спасти главного архитектора города. Пиво на воздух, как на киевском алкозаводе искали взрывчатку. Опасная должность. В Ривне напали на главного архитектора города. Он сейчас в реанимации с травмой головы. Состояние пациента врачи оценивают как крайне тяжелое. В горы с полкоми не исключают. Нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавшего. Со всеми подробностями Инна Белецкая. Сергея Семенца в больницу привезли около полуночи. Врачи диагностировали тяжелую травму головы. К утру стало хуже. Сделали операцию. Черепно-мозковая травма. Забие головного мозга. Контузийно-паранхематозные кровелевые лобные действия. В динамике стан пациента погрешил. Клановый архитектора города обнаружили соседи у гаража в селе Заря, где тот проживает. О случившемся в полицию сообщил сын. Вчера, близко 22-го года, до полиции сообщил 29-летний житель села Заря Ревненского района про то, что неведомые особи нанесли телесные ушкоджения его 55-летнему роду. В горы с полкоми произошедшее называют не иначе, как ЧП. Говорят, в последнее время должность главного архитектора стала крайне опасной. По городу прокатилась волна строительных скандалов. Это побитие. Мова идет о двух неведомых. Ну и если это побитие, то это очевидно связано с его профессиональной деятельностью. Посада эта предпочитает много конфликтов. И в него они были. Здесь, возможно, про его принциповость. В полиции говорят, судя по характеру травм Сергея Семенца хотели не просто напугать, а убить. Но пока открыли уголовное производство по статье «Нанесение тяжелых телесных повреждений». Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности, телеканал Интер, Ривне. Падший вождь в Запорожье все-таки победили гранитного иличия. За процессом декоммунизации наблюдал и мой коллега Сергей Бордюжа. Срезатели час гранитного постамента начали вчера. Казалось, вот-вот и вождь будет свергнут. Но работы затягивались. В ожидании финала самые стойкие остались ночевать возле памятника. Здесь Семену стоят с утра. Уже не первый день. Поэтому приехали их согреть. Шли вторые сутки демонтажа, но Ленин не поддавался. С утра к памятнику стали подтягиваться пенсионеры, чтобы провести митинг в защиту вождя. Зачем люди здесь вы собираетесь? А вы зачем собираетесь? Ой, и мы так же. У вас свое мнение, у нас свое мнение. А вы чего пришли вот отсюда? Шумели недолго. Во избежание драки между сторонниками и противниками идеи коммунизма, полиция увела самых активных с площади. Не трогайте. Через полчаса разошлись и митингующие. Тем временем Ленина все пилили. Все-таки приняли решение, чтобы сберегать доля нащадков. Поэтому мы видим такой долгий, долготрывалый процесс. На мой взгляд, то безумовно можно было бы простейше и набегато дешевше демонтировать. А потом уже эти чоботы, ботики приробить. Почти 30 часов работы и памятник весом 14 тонн, наконец, сняли с постамента. Отныне в Запорожье нет ни площади Ленина, ни проспекта его имени, ни памятника ему. Правда, есть еще гидроэлектростанция, названная в его честь. Но в городе уже придумали, как ее переименовать. Под названием Днепровский гидровузел Днепрогез. То есть мы возвращаем значение данного объекта как технического объекта, а не идеологического. Впрочем, свергнутым в Запорожске Ленин, по всей видимости, будет оставаться недолго. В мэрии намерены установить памятник в одном из городских парков, рядом с ранее демонтированными Дзержинским, Кировым и Орженикидзе. Такая вот декоммунизация по-запорожски. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. Купить некоторые жаропонижающие препараты вскоре может оказаться непростым делом. Одиозный Илья Кива, глава департамента противодействия наркопреступности нацполиции, предложил запретить для свободной продажи комбинированные лекарства от кашля и температуры, содержащие в частности кодеин и парацетамол. Последний, кстати, часто используют для лечения детей. Кива настаивает на том, чтобы препараты выдавались по так называемому красному рецепту. Правда, эксперты предполагают, идея Кива имеет мало общего с борьбой против наркомании. Сейчас есть отпуск через обыкновенные рецепты. Если внесен будет этот препарат в реестр строгой отчетности, однозначно появится возможность привлекать провизоров, которые в свою очередь нарушают закон к уголовной ответственности. Это просто конкурентная борьба на самом деле. Это уже не первый раз происходит. Мы уже заборонили все, что только можно заборонить. У меня бабушка не спит, не может купить себе снадийное. Ну, извините, это уже абсурд. Не с таблетками нужно воювать. Воювать нужно с поширивающими наркотиками. А вот шукать там какие-то мешки, там какие-то наркотики, там что-то еще что-то. Ну, так это же нужно трудиться. Напомню, в конце прошлого года Кива прославился скандалом вокруг столичного клуба Клоузер. Тогда более ста человек обратились в милицию, заявив о насилии со стороны правоохранителей под руководством именно Кива. Когда журналисты заинтересовались биографией этого человека, оказалось, что ранее, будучи замом начальника Полтавского управления защитой правопотребителей, Кива был осужден за крупную взятку. Но, тем не менее, его без аттестации взяли на работу в органы, а вскоре министр внутренних дел даже присвоил Киве звание подполковника. В День Святого Патрика, это ирландский праздник пива, который полюбили и многие украинцы, в Киеве заминировали пивной завод. В полдень неизвестный мужчина позвонил в райотдел полиции и заявил, что заложил взрывчатку в один из заводских контейнеров. На предприятие сразу же выехали специалисты, спешно эвакуировали около 300 работников завода и обыскали всю территорию. Однако ни одного опасного предмета так и не нашли. Сейчас оперативники пытаются установить имя злоумышленника. Сегодня Черкасский суд начал рассматривать, по сути, дело Сергея Варющенко. Его обвиняют в сотрудничестве с террористической ДНР и незаконном владении оружием. На чем погорел боевик и как этой истории причастен террорист Игорь Безлер? Все расскажет Станислав Кухарчук. С самого утра в преднепровском райсуде Черкасс не протолкнутся. Но в зале, где рассматривается дело Сергея Варющенко, только две съемочные группы. Обвиняемого заводят под конвоем. Это первое заседание по сути. Варющенко обвиняют в сотрудничестве с террористической ДНР. Судебная волокита длится с августа 2014-го. Именно тогда и задержали сотрудники СБУ Варющенко. Он приехал из Артемовска Корсунь-Шевченковский повидаться с сожительницей. С тех пор каждое заседание начинается с требования обвиняемого об отводе судей и переводчика. Дескать, тот неправильно ему все переводит. Хотя сам зачитывает ходатайство на украинском. Любой приговор, который вы постановите, будет вынесли. Прокурор может на самом деле того, что незаконным штатом суду передать, но пройдет просто в районном суде. Отметит ваш приговор в том числе. Во время заседания обвиняемый постоянно пытается спрятать лицо от камер. То приседает, то разворачивается спиной. Если дело доведут до конца, говорит прокурор, Варющенко грозит до 15 лет тюрьмы. А дополнительные свидетели могут только ускорить этот процесс. Захопливал державные будильни, а самая Артемовска телерадиовышка, с метою того, чтобы они не транслировали украинские каналы. Достатки доказательства, как и письмовые материалы. Не на камеру прокурор намекнул. Есть подозрение, что обвиняемый был тесно связан с террористом Игорем Безлером. Он засветился в Горловке в мае 2014-го. Мы показали фотографию Варющенко, человеку, которого в то время боевики удерживали в подвале захваченного ОВД. В подсудимом он узнал часового. Сам же Сергей Варющенко признает, что в Горловке действительно был, но, мол, совершенно по другому вопросу. Где-то мы были в мае как раз, в друзьях. Я не хочу, чтобы, не дай бог, вы что-то неправильно высветили. Я в таком состоянии, что я сожру любого. Сегодняшнее заседание длилось почти 6 часов. Все это время судьи изучали ходатайство обвиняемого об отводе переводчика и коллегии судей. К зачитыванию обвинения дело так и не дошло. Следующее же слушание назначили на 6 апреля. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Разрушительный обстрел в Широкине под Мариуполем. Накануне вечером боевики выпустили несколько десятков мин и снарядов по поселку. Результаты обстрела видел наш военный корреспондент Александр Пантелеймонов. Поселок Широкино. Накануне здесь произошел настоящий массированный обстрел. Использовались минометы и даже ствольная артиллерия. Воронки здесь просто повсюду. Как вы видите, минские договоренности абсолютно не соблюдаются. Это ориентировочно где-то самоходная установочка 2С1. Кассия, скорее всего. Вот здесь следы от попадания сразу из двух видов вооружений. Вот это воронка от миномета. А здесь уже стреляли из гаубиц. Вот характерные осколки от снарядов из САУ. Он блокпост, где ветряк не крутится. У них там стоит блокпост один. То есть оттуда и наблюдают, оттуда и корректируют всю стрельбу. Быстренько налеты с разных сторон сделали. Такую активность противника военные связывают с прибытием вражеского подкрепления. Наши разведчики еще несколько недель назад сообщили, на побережье проходят учения российских подразделений морской пехоты. Теперь, по всей видимости, учения закончились и начались настоящие обстрелы. По информации нашей разведки, в районе Безыменово растушевана один из подразделов Збройных сил Российской Федерации, в частности, 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. В ее складе находится до 25 единиц бронетехники. Наши бойцы хорошо закрепились на Широкинских высотах. Потерь подразделения не понесло, а боевики продолжали стрелять и днем, несмотря на присутствие на позициях наблюдателей ОБСЕ. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблиан, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Курды объявили о создании федеративного региона на севере Сирии. 200 делегатов курдских общин со всего мира провели переговоры в сирийском городе Румайла, где и провозгласили о создании нового объединения. Цель его – борьба с ИГИЛ и другими террористическими организациями. Решение о федерации не согласовано с Дамаском. Политологи считают, это реакция на то, что курдов не допустили к участию в женевских переговорах по урегулированию сирийского конфликта. Но теперь очевидно, что курдская федерализация станет еще одной темой для обсуждения на международных форумах. Белый дом призывает Северную Корею помиловать и отпустить американского студента Отто Фредерика Вомбиера. Накануне его приговорили к 15 годам трудовых лагерей за преступления против государства. На фоне этих событий президент США Барак Обама ввел новые санкции против КНДР. Обо всем подробнее наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Дзятко. Новые санкции введены за ядерные испытания и запуск баллистической ракеты, которую Северная Корея провела в начале января и февраля. Как говорят в Белом доме, так администрация США продолжает оказывать давление на северокорейский режим. Действия КНДР в Вашингтоне называют незаконными и говорят, что указ Обамы дает возможность выполнить мартовскую резолюцию Совбеза ООН. Он, напомню, ввел самые жесткие за 20 лет санкции против КНДР. Указ о новых мерах появился вскоре после того, как в Северной Корее к 15 годам трудовых лагерей переговорили американца. 21-летний Ото Фредерик Вомбиер, студент университета Вирджиния, в Северную Корею прибыл в составе туристической группы в конце декабря. В январе был задержан в аэропорту по пути домой. Его обвинили в преступлении против государства. Как выяснилось, заключалось оно в том, что молодой человек попытался забрать с собой из гостиницы плакат с пропагандистским лозунгом. Когда я покидал офис, там уже никого не было. И я решил, что кто-то забрал плакат. Позвал службу безопасности и обратился в правоохранительные органы. На суде студент признал свою вину, заявил, что раскаивается и что действовал под руководством американского правительства, чтобы подорвать единство корейского народа. Отто плакал и просил простить его. Мои брат и сестра нуждаются во мне. Умоляю вас поверить, что я обычный человек, который совершил самую страшную ошибку в своей жизни. Верховный суд Северной Кореи мольбы не услышал и приговорил юношу к 15 годам. Теперь Вашингтон обвиняет Северную Корею в том, что она взяла студентов-заложники и призывает немедленно отпустить его. Несмотря на то, что власти Северной Кореи отвергают политический характер обвинений, очевидно, они хотят использовать нашего гражданина как заложника для политической выгоды. Мы настойчиво требуем у КНДР освободить его. На требования Белого дома в Пхеньяне пока не отреагировали, во всяком случае официально. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. 14 месяцев проведет за решеткой сын бывшего премьер-министра Италии Сильвия Берлускони Пьер. Он и его компаньон признаны виновными в финансовых махинациях. А именно, в мошенничестве при покупке прав на фильмы и другую телепродукцию для своей компании. В 2014 году обоих оправдали, но теперь апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции. Хотя срок Пьеру Берлускони все-таки скостили. Прокуратура требовала 3 года и 2 месяца заключения. Пьер – это старший сын бывшего премьера. Всего жил у Сильвия Берлускони 5 детей. Возмездие супергероя. Как в метро китайского города Сиань наказали пассажира, сорившего в вагоне. Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. Пассажир метро в китайском городе Сиань остался без зубов из-за того, что сорил в вагоне. Парень лузгал семечки и выплевывал шелуху прямо на пол. На замечания других пассажиров отвечал грубостью. До тех пор, пока в дело не вмешался вот этот супергерой. Мужчина в блестящем костюме и с молотком в руках наказал хулигана. Нанес несколько ударов тяжелым инструментом. Теперь, скорее всего, лузгать семечки или просто жевать – парню будет уже нечем. Многие интернет-пользователи предполагают видеофейк. Якобы ролик отсняли и распространили власти, чтобы у жителей Сианя отпало желание сорить в метро. Словарный запас Дональда Трампа на уровне семиклассника выяснили американские лингвисты, изучившие выступления кандидатов в президенты США. Трамп использует очень короткие отрывистые предложения, как обычный шкаляру доски. Правда, главный соперник Трампа Хиллари Клинтон недалеко ушла. Ее словарный запас, как у восьмиклассницы. Самым красноречивым лингвисты назвали демократа Берни Сандерса. Он на уровне десятиклассника. Австралийскую власть раскритиковали за чрезмерные траты лингвисты считают, правительство выделяет на так называемую дипломатию с каалами огромную сумму 400 тысяч долларов в год. Например, глава МИДа Джули Бишоп передала в зоопарк Сингапура четырех сумчатых на сумму 130 тысяч долларов. А еще съездила с дипломатами на остров Кенгуру за 62 тысячи. Припомнили также обнимашки с каалами на саммите G20. Тогда животных потискали почти все мировые лидеры. На содержание мишек тоже выделяли деньги из казны. Легендарную Куко Шанель подозревают в связях с нацистами. Документы архивов французских спецслужб, обнародованные накануне, подтверждают, дизайнер была агентом Абвера. Источник Фредерик Кугенерх убежден, Шанель работала на военную разведку и контрразведку Германии. Вот только, возможно, сама Куко не знала, что помогает врагу. Это нацисты считали Кутюрье важным источником информации, выведывали секреты и зачислили в агенты. Две скрытые комнаты в гробнице Тутанхамона обнаружили японские ученые. Предполагают, в помещениях, о которых никто не знал раньше, могут храниться органические материалы. О сенсационном открытии рассказал министр древности и наследия Египта Махмуд Эльдамати. Чтобы точно убедиться, что комнаты не пустые, следователи проведут повторное сканирование. Считают, там могут храниться останки членов семьи Тутанхамона. Возможно, даже мумия древнеегипетской царицы Нефертити. Место ее захоронения до сих пор не найдено. Ну вот вы узнали и самое главное, и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok